У нас сегодня с вами вебинар, как избавиться от заикания и как перестать бояться. Ну, в общем, если кто меня не знает, я психолог, гипнотерапевт, меня зовут Александр Кабаник. С шести лет я сам заикался до двадцати четырех. И заикался я довольно сильно. Последние четыре года я, в общем, успешно от него избавился. И последние четыре года, можете посмотреть по тому же Ютубу, когда появились первые видео, отзывы и так далее, я занимаюсь именно решением проблемы у людей. Это именно заикание, логоневрозы. В последнее время я начал заниматься и другими проблемами со страхами, неврозами, паническими атаками и другими. И сегодня я вам расскажу совершенно новый подход именно в решении проблемы заикания. Его, в принципе, ну, насколько я знаю, не использует сейчас никто. И то, что вы, как вы сегодня поймете это, от этого будет зависеть много, еще раз хочу сказать. Так вот, что такое заикание? Начинаем, да? Заикание – слово такое непонятное. Вот логоневроз – слово ближе. То есть лога – речь. И есть второе слово – невроз. Так вот, логоневроз. Второе название – заикание. Так вот, давайте разберемся, что такое заикание. То есть это лога, речь и невроз. Так вот, неврозов есть большое количество. И вот теперь нужно разобраться нам со словом невроз. Что такое невроз? Например, раньше была такая профессия, как переписчик. То есть, ну, лет, например, 200 назад, когда человек был такой, он занимался такой профессией, что он занимался тем, что переписывал тексты, ну, за какими-нибудь авторами, или он был где-то, сидел в каком-то министерстве, и он просто переписывал какие-то документы. Или там какие-то книги за каким-то писателем. И такие люди очень часто писали много, и у них болела рука. И у них был страх, что рука отнимется, отсохнет, или там что-то с ней вот произойдет, и они не смогут писать, и из-за этого не смогут кормить, обеспечивать свою семью. И они об этом думали, и у них действительно рука немела, еще больше болела. И эту вот проблему называли пищей синдром. По сути, это один из видов невроза. Когда человек боялся за то, что вот что-то вот произойдет, начинает контролировать, у него слишком сильное волнение, он начинает переоценивать важность данного события, данного действия. И он слишком нервничает, и действительно то, о чем он думает, у него происходит. Есть еще невроз у музыкантов, например, у скрипачей. Ну, как вот на картинке, то, что вы сейчас видите, есть многие музыканты, скрипачи, которые боятся, что, опять же, с их рукой что-то произойдет, что их рука там отсохнет или отвалится, или то, что вот это вот что-то произойдет, они опозорятся, и, в общем, будут над ней все смеяться, они начинают контролировать свою руку, начинают волноваться, переживать, и с рукой действительно что-то происходит. Очень интересная вещь. То есть невроз такой вот у музыкантов. Тоже связан с рукой. Когда они из-за страха ошибиться, из-за страха, что они где-нибудь смеяться, то, что они делают ошибку, они начинают контролировать свои какие-то действия, органы. Еще бывает такое, что приходит человек, у него что-то там, болит там сердце, что-то кольнуло, приходит к доктору и проводит всякое обследование, ему говорят, слушайте, у вас все нормально, у вас невротическое. То есть невроз сердца, это что такое? У человека что-то там кольнуло, что-то вот произошло, и он начинает следить за этим событием, за сердцем, как оно работает, какой у него ритм и так далее. И это ведет к тому, что человек начинает пытаться контролировать те вещи, которые контролировать в принципе нельзя. То есть бение сердца, как оно работает, и человек своим переживанием сбивает работу сердца и, в общем, вмешивается и портит себе жизнь и свое здоровье. Сейчас я проверю, как меня слышно, как меня видно. Сразу сейчас пишите в чате. Я сейчас немножко переключусь, хочу посмотреть. Я просто не вижу чата. Все ли нормально по связи, все ли нормально, видно ли презентацию. Заикание, заикание. Алло, ребят, напишите, как видно, что слышно вот именно в чате. Все ли нормально? Отлично, да? Хорошо, тогда продолжаем. Просто я вот переключаюсь между... Я вижу только презентацию, я не вижу чата. Поэтому продолжаем. Так вот, у нас с вами невроз речи. Получается, что лого невроз, то есть невроз, который связан с речью. Из-за страхов, из-за негативных убеждений, из-за убежденности в негативном исходе, человек начинает переживать. чрезмерно за результат своей речи. Начинает за ней следить, начинает ее дальше контролировать. И чем больше он это делает, тем больше он переживает за результат. И чем больше, по сути, он контролирует, и чем больше он сильнее переживает, что будет дальше, тем сильнее сам невроз, и тем сильнее само заикание. Так вот, чрезмерное психологическое давление. Чем меньше давление, тем лучше речь. Вот, например, многие из вас, скорее всего, напишите в чате. Заикаетесь вы, если ты находишься в полном покое? Например, когда ты один. Если да, то напиши там, например, один. Если нет, если ты находишься в полном покое, и ты при этом заикаешься, когда ты один раз, то напиши один. Если ты в полном покое, никого нет, нет никакого давления, и ты разговариваешь сам с собой, и ты разговариваешь отлично, свободно, то напиши два. Что получается? Скорее всего, я чата не вижу, но я думаю, что скорее всего там в основном двойки, потому что я уже много этим занимаюсь, и очень мало людей, кто заикается, даже когда остается наедине. Ну, где-то, наверное, меньше, где-то один из двадцати, наверное. Так вот, что происходит? Потому что ты не заикаешься, потому что там нет давления психологического в этот момент, когда ты один, либо когда ты с очень близкими друзьями, которых ты уже знаешь давно, и у тебя все нормально. Вот, что создает давление? То есть мы очень сильно даем давление психологически, очень сильно переживаем именно за результат речи. Например, здесь вот есть два примера для вас, когда человек сильно переживает за результат. Например, мужчина делает предложение женщине, и в этот момент он тоже может начать заикаться, делать какие-то там неловкие какие-то движения, поступки, его может трясти, колбасить, он может в этот момент плохо разговаривать, если он, то есть он сильно переживает, допустим, за результат. И это может действительно происходить. Другой момент – экзамены. Многие люди на экзамене, которые сильно парятся из-за того, как они его там сдадут, какая будет оценка, тоже могут начать заикаться, тоже начать могут там вот, их может трясти, они могут падать в обморок, там, билет и так далее. То есть почему? Потому что, опять же, слишком сильное психологическое давление. А почему оно есть? А потому что человек сильно парится, какой будет результат. Так вот, следующий вопрос. Как уменьшить давление на речь? Как уменьшить давление на речь? Я сейчас пока выключу презентацию и посмотрю. Вопрос для вас. Вот напишите ваши варианты. Как уменьшить давление на речь? Что делать нужно? Как уменьшить давление на речь? Что нужно делать? Есть версии? Ребята, пишите в чат. Есть какие-нибудь идеи? Как уменьшить давление на психологическое на речь? Понизить голос, правильно дышать, говорить на выдохе. Успокоиться. Не думать о последствиях. Принять себя. Вот, уже где-то рядом. Хорошо. Возвращаемся к нашей конференции. Возвращаемся, да? Хорошо. Ваши варианты. Так, ваши варианты мы посмотрели. Так вот. Мы боимся будущего, на самом деле. Вот запомните этот момент, ребята. Вот это очень важно. Что мы не боимся заикаться. Мы не боимся не сказать какую-то букву. Мы не боимся сказать какое-то слово или букву. Мы не боимся звонить по телефону. Мы не боимся выступать на публике. Мы не боимся звонить. Мы ничего этого не боимся. Мы боимся, что будет дальше. Последствия. Это очень важно понимать. Мы не боимся делать запинок, мы ничего не боимся, мы боимся, что будет дальше, что же будет происходить после всего этого. Это очень важно знать. Именно что будет происходить после этого. И вот с этим уже можно работать. Надо работать не с тем, что происходит, не с самими запинками, не с буквами, даже не с чувствами в теле. Пример. Опять же, когда у человека нет этого страха за последствия, когда он один, я вам уже это говорил, либо когда ты с очень близкими людьми. У многих, когда человек выпил, у него тоже есть какой-то пропадает страх за последствия. Ну, он как бы перестает париться и может разговаривать лучше. Но у некоторых, даже если он выпьет, у него этот страх не проходит. То есть, даже если ты выпьешь, но ты паришься о том, как тебя там воспримут люди, то что будут про тебя думать, то это для тебя не работает. Так вот. Сейчас будем прямо делать упражнение, будем уменьшать давление. Нужно изменить восприятие ситуации. Вот для примера. Сейчас, у меня где-то есть такой слайд об этом, но не хочу сейчас забегать вперед, он где-то дальше. Но я думаю, что надо сказать сейчас об этом. Что у нас проходит какая-то ситуация. Можете просто написать даже сейчас на листке бумаги ситуация. Дальше написать стрелочку вниз. Есть восприятие этой ситуации, то, как ты ее понял. Дальше. От того, как ты ее понял, есть какие-то эмоции у тебя, переживания. У тебя там страх, или у тебя там стыд, или еще какая-то эмоция. И из-за этой эмоции у тебя уже есть какие-то чувства в теле. Тело может там сжаться, тело может напрячься, может быть какой-то ступор, зажим, какой-то спан в теле, какая-то судоргия и так далее. И из-за эмоций, которые возникли на основе восприятия. И соответственно уже после этих чувств. Так, тихо, у меня вот щенки мои орут. И из-за этих чувств, потом уже, когда у нас уже это напряжение в теле, у нас уже все это есть, у нас возникают сложности в самой речи. Что когда уже мы через этот зажим, через это напряжение мы разговариваем. И соответственно потом, конечно, уже происходит заикание. Так вот, давайте разберем ситуацию. Именно очень у многих людей, ну или вот у мужчин и у женщин есть страх познакомиться с человеком. Ну, например, самый распространенный это вот, например, страх познакомиться с девушкой. Ну, часто он довольно сильный. Первый вопрос, какой тебе нужно задавать, какого будущего я в этот момент боюсь? Ответ, что скорее всего откажет, пошлет или будет смеяться. И так вот, наша задача, мы сейчас будем менять восприятие. Чтобы понять, что такое восприятие, я вам расскажу небольшой пример. Например, я сказал своей подруге, своей девушке, сказал, ой, какая ты сегодня классная, красивая. Она это может восприять как? Что, о, классно, ты мне сделал комплимент и обрадоваться. Одно восприятие. Другое восприятие. Она скажет, сегодня красивая. И обидится или там наорать на меня или что-то такое. Ситуация одна и та же, все одинаково, слова те же. Но восприятие разное. Из-за восприятия разная эмоция и, соответственно, разное уже поведение. Так вот. Нам нужно множество своих восприятий. То, как ты относишься и понимаешь, и то, как ты понимаешь эти вещи, нужно изменить. И вернемся к нашей девушке, с которой мы хотим познакомиться. Например, мы сидим где-то в парке, она сидит на соседней лавочке, и мы хотим к ней подойти и познакомиться. Давайте максимально конкретную ситуацию. Возьмем ее. И проблема в чем? Что человек верит в негативный вариант будущего. Ее верят очень сильно, что откажет, пошлет или посмеется. А давайте теперь рассмотрим другие варианты. То есть первый вариант, что она пошлет. И давайте я сейчас снова чуть-чуть выключу презентацию, посмотрю на то, что происходит в чате. А вы пока придумывайте другие варианты, что может происходить. Ага, YouTube задержки делает. Вот напишите варианты, что может происходить дальше. Пожалеет, как у Бога. Может быть. Вот сейчас обратите внимание, какие варианты вы сейчас именно придумаете. Да, то есть это первое, то, что у вас приходит в вашу голову. И напишите, вот, не бойтесь. Не бойтесь за последствия. Вот, хорошо. Наша задача... Отнесется как к ущербному и проигнорирует. Вот если вы в эти варианты сильно верите, и вы, скорее всего, думаете, что будет именно так. Проблема сильная как раз в этом. Сейчас вернемся к презентации. Мы сейчас постараемся это действительно на примере. Я сделал для вас очень много вариантов. По-моему, больше десяти. Что может происходить? А на самом деле их может быть сотня или там миллион. Что на самом деле может быть? Это не вымышленные какие-то варианты. Это может быть по-настоящему на самом деле. Поехали. Поговорит с тобой две минуты и скажет мне пройти. Может такое быть? Может. Следующий вариант. Вы поговорите десять минут. Ты попросишь телефон, она тебе его не даст. Может быть такое? Может быть такое. Скажет, например, а я вот не даю телефоны, потому что мне мама не разрешает. Следующий вариант. Поговорите десять минут. Попросишь телефон, она его тебе не даст, но скажет, пойдем сейчас в кафе посидим. Может быть такое? Вполне тоже может быть. Следующий вариант. Поговорите десять минут. Придет твоя подруга, и она тебе даже больше понравится, и будешь с ней строить отношения. А эти подруги даже между собой как-то перессорятся. Это тоже может быть. Обратите внимание, что сейчас, если вы внимательно меня слушаете, то у вас происходит интересное состояние в голове. Что-то должно начать шевелиться там у вас. Что вы видели только один вариант или там два, и, скорее всего, они все негативные. Вы их, в них очень сильно верите. Что будет? Теперь поехали. У нас еще много вариантов. Вы два часа будете гулять по парку, да? Пока вы поговорите два часа, будете гулять по парку, проводишь ее до дома, и будет секс на всю ночь. Тоже может быть. Может быть. Тоже, на самом деле, реальный вариант. Следующий вариант. Она скажет, ой, я лесбиянка, и поэтому мне сейчас не до тебя. Ну, ты прикольный парень, давай просто поговорим там, да? Например. Она скажет, у меня есть парень, и ты отморозишь. Скажешь, ладно, я пошел. Она скажет, у меня есть парень, и ты ответишь, у меня тоже есть парень, давай дружить с семьями. И, в общем, продолжить с ней общение. И, например, окажется, что парня у нее все-таки не было. И все будет нормально там, да? А может, и нет. Она скажет, у меня есть парень. Так, это уже было. Она откажет, потому что у нее спит. Да, даже такой вариант может быть, на самом деле. Вот ребята представляют, и она скажет, нет, извини. Но она не откажет, потому что там у тебя заикание, что ты ущербный, или то, что ты... А просто у нее спит, или какая-то другая венерическая большая проблема. Она откажет, потому что не сейчас горе в семье. Умер там папа или мама. Да? И сейчас, вот вы сейчас это послушали. И мне интересно послушать, именно посмотреть вашу обратную связь. Что сейчас происходит в вашей голове, да? То, что когда мы расширили ваше восприятие, скорее всего, вы заметили, что вначале у вас были какие-то, ну, скорее всего, негативные мысли. То есть, если у тебя есть страх по поводу этого, если ты испытываешь там дискомфорт, ты верил в негативный исход. И давайте сейчас посмотрим, напишите в чате, именно, что ты понял, что сейчас происходит у тебя внутри, в твоей голове, когда мы изменили немножко восприятие, расширили варианты. Да, жду. Видно, задержка есть какая-то. Ребята, вы не пишете или пока еще не дослушали просто? Появляется немного уверенности. Да, есть много вариантов. И вы боитесь, потому что вы верите в негативный исход. Мыслить позитивно, да. Но нужно мыслить не просто позитивно, а мыслить, что много вариантов будущего. Мы не знаем его. На самом деле, вот есть такая еще неинтересная вещь, что все мы с вами в какой-то там степени заикаемся, да. И происходит такая штука, что если тебе заикание очень сильно в себе не нравится, и ты смотришь на мир через себя, как бы через призму себя, если оно тебе очень сильно не нравится, ты думаешь, что оно и другим точно так же очень сильно не нравится. Но если мы посмотрим на самом деле, есть огромное количество людей, в принципе, которых не знает, что такое заикание. Они вообще с ним никогда в жизни не сталкивались. Они не знают, что это хорошо или плохо, или как это. Возвращаемся к этому упражнению. Если вы написали эти 10 вариантов, или там нужно написать 10 вариантов, вот вы чего-то боитесь. Нужно написать 10 вариантов. И реального будущего, что на самом деле может происходить. Ты эти варианты расписываешь, и потом ты можешь сделать следующий этап. Если ты написал 10 вариантов, и тебе какой-то вариант очень сильно не нравится. Например, что она посмеется. Давай. И ты тоже расписываешь 10 вариантов следующего будущего. Что будет дальше, если она посмеется. Например, ты посмеешься тоже. Или она посмеется, тебе не понравится. Ты подойдешь к другой девушке. У тебя будет с ней все нормально. Вот, Светлана. Чем больше бесит ваше заикание, тем больше давления вы создаете на свою речь, тем больше вы за него переживаете, тем больше, собственно, и заикаетесь. Если мы возвращаемся к определению невроза, что чем больше вот эта вот убежденность в негативном исходе, тем больше она вас бесит и не нравится, тем больше вы за него переживаете, тем больше вы контролируете свою речь, и тем больше именно напряжение, и тем больше само заикание. Так, возвращаемся к нашей презентации. Итак, есть какая-то ситуация, есть ее восприятие этой ситуации, эмоция, потом есть чувство в теле, потом есть поведение на основе этого восприятия. Так вот, если мы будем работать на уровне восприятия, то есть мы сейчас меняем восприятие этих ситуаций, пересматриваем эти восприятия, у нас проходят эмоции в теле, то есть у нас нет там и страха, и стыда, у нас нет чувств в теле, и у нас меняется поведение. Что нужно сделать? Нужно разобрать на предмет страха результат, на страха результата и будущего все ситуации, где ты чувствуешь дискомфорт, страх, стыд или вот другие негативные эмоции. Это дает тебе нулевое давление на речь, то есть в итоге тебе даст. И ты сможешь отпустить контроль, расслабить тело и сможешь спокойно, комфортно общаться и с девушками, и с начальником, и по телефону, и везде, где ты используешь свою речь. Но надо провести глубокий анализ всех возможных исходов будущего. И провести его, может быть, даже в несколько уровней. То есть если ты, вот допустим, в том же варианте, когда ты подходишь к девушке, она над тобой смеется, и этот вариант тебе сильно не нравится, ты его не принимаешь. Ты расписываешь следующие 10 последствий этого. 10 возможных вариантов будущего. И так далее. Вот давайте разберем еще один какой-то онлайн страх будущего. Напишите в чате, и давайте самый какой-то популярный разберем. Прямо сейчас. Жду пока вас. Пока вы будете меня слышать. Знакомиться в пьяном состоянии. Нет, это не вариант. Очень плохой вариант, когда ты остаться без работы. Хорошо. Давайте выберем один какой-то страх, который самый популярный. И по нему пройдемся. Покупки в магазине и публичные выступления. Что еще у вас есть? Нет. Давайте сейчас вместе разберем какую-то ситуацию. Еще что есть? Еще что есть? Покупки в магазине. Хорошо. Уже два за покупки в магазине. Кто еще за покупки в магазине? Хорошо. Давайте разберем покупки в магазине. Покупки в магазине. Какого последствия ты боишься? Напишите. Какого ты боишься последствия? Какого будущего ты боишься? Ну, мы вот начали уже покупки. Вот, ребята, Милкмен и Рассиль, напишите, какого будущего вы боитесь? Будь смешным. Хорошо. Хорошо. То есть, ну, например, ты заикнулся, то есть вот что произошло? И начали смеяться? Хорошо. Следующий вариант. Ну, то есть вот опять же, да, то есть у вас страх один, что будут над вами смеяться, что пожалеют, да? То есть вот начнут жалеть. Угу, вот. То есть ты заикнулся. И начнут жалеть. Хорошо. Другие варианты. Вот покупки в магазине. Ну, ты вот запнулся, да? Давай подумаем, какие еще есть варианты. Залопнулся и не заметили, допустим. Запнулся и посмеялись. И ты тоже посмеялся. Хорошо. Хорошо. Следующий вариант. Совсем не смог говорить. Не смог говорить. Пошел в другой магазин. Где не нужно говорить. И купил продукты. Следующий вариант. Запнулся. Или сказал все нормально. Кожа есть такой вариант. Следующий вариант. Что я еще могу здесь придумать. Опять же, запнулся. Так, не запнулся. Запнулся. Что еще? Запнулся и начали говорить на тему заикания, например. И подсказали тебе, кому обратиться. Или ты запнулся и сказали, например, у меня брат тоже заикается. Так, что еще может быть? Девятый вариант. Сказал, все нормально. Познакомиться с продавщицей. Да. Один вариант. Следующий вариант. Ну, тут уже писать не буду. То есть, сказал все нормально. Познакомился с продавщицей. Пригласил ее в кафешку. Она отказалась. Или согласилась. Или согласилась, пошла в кафешку, потом был секс. И на самом деле все из этого может быть. И здесь ничего такого нет фантастичного. Все из этого может происходить. Ну, запнулся и купил не то. Допустим, ты хотел купить какую-то шоколадку, но из-за того, что тебе было сложно сказать, ты купил что-то другое. Хорошо. Так, все купил, но нет чувства удовольствия от покупки. Или, может быть, все купил и есть чувство удовольствия от покупки. Или все купил и решил подарить это своей подруге или другу, или девушке. Миллион вариантов, друзья мои. Я хочу, чтобы вы это поняли. Вот самая важная суть, чтобы вы поняли, что есть огромное количество вариантов. Огромное просто количество. Вы еще раз вспомните цепочку. У нас есть чрезмерное давление на речь. Чрезмерная ответственность, то, что как я сейчас скажу, как я буду выглядеть, что про меня подумают. Из-за этого чрезмерного давления. То есть оно у нас есть из-за страха будущего, что будет впереди. А мы боимся будущего, потому что мы верим в один негативный исход. И мы его боимся, и у нас напряжение в теле, мы его боимся, и он действительно, скорее всего, может быть. Потому что ты уже заранее идешь туда в очень перенапряженном состоянии. А когда ты понимаешь все эти варианты, ты меняешь ее мышление, меняешь ее восприятие, у тебя это проходит. То есть если ты проведешь такой анализ, у тебя действительно пройдут эти эмоции страха, и пройдут эти чувства напряжения в теле. Ну пока, конечно, может тебе непонятно. Но это очень сильная вещь. Очень. Допустим, давайте я вам приведу еще один пример. И вот когда ты этих 10 вариантов сделал, если у тебя какой-то из этих вариантов тебя еще сильно не устраивает, он тебе сильно не нравится, то ты делаешь следующую вещь. Ты расписываешь следующие 10 вариантов по этому негативному варианту. И так можно сделать эти в 2-3 уровня. Например, если ты пошел в магазин, и тебя там высмеяли, что будет дальше? Вот давайте распишем этот вариант. Давайте разберемся вот с этим. Высмеяли. Высмеяли в магазине. Первый вопрос. Какого будущего я боюсь? Какого? Вот тебя когда высмеяли, какого будущего ты боишься? Вот, ребята, кто этого боялся? Напишите ответ. Ну вот, высмеяли тебя. Ну и что? Какого будущего? Чего ты боишься здесь? Угу. отношение как второсортному человеку чувство ущерба с языками потерять уважение хорошо первое то есть что будет на самом деле вот происходить ну они вот смеются смеются да и чтобы и дальше не знаю и вот например пошел в магазин начал заикаться там продавец или продавщица смеются и что будет дальше да и смеется ну ты обиделся украснел и и убежал варианты другой вариант рой посмеялся тоже тоже и опять же может быть ну и купил на этом что-нибудь или там и купил посмеялся тоже и и пошутил в ответ следующий вариант здесь чтобы вас это примут хорошо работал варианты должен называть не я а вот вы сами потому что вы все таки но вот тогда вы будете верить в эти варианты больше что это все таки то что мне приходит на ум если вы будете придумывать их сами что может быть так посмеялся ну что будет дальше там ты дал в нос этому там человеку дал в нос на что такой следующий вариант подал в суд суд тоже может быть следующий вариант перестал общаться с этим человеком общаться с этим человеком что еще может быть 7 вариант посмеется допустим эта девушка посмеется и ты с ней потом познакомишься и в общем там вот пойдут какие-то у вас отношения что еще может быть но посмеется и и ты не обратишь внимание и человек будет будет выглядеть глупо данного например и 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 Пошел, нажаловался администратору на этого подавца и его уволили. Например, директору магазина или еще что-нибудь. Что еще может быть? Например, он посмеялся, если там парень, ну и, например, он стал потом твоим другом. Он посмеялся, но потом ты как бы сильно не обратил внимания и оказалось, что парень там нормальный, вы начали с ним общаться, что у вас есть много общих интересов. Вот, купил магазин и уволил по продавца тоже. Да, да, да. Перестал ходить в этот магазин. Посмеялись и дали совет. Хорошо. Вот, ребята, что сейчас чувствуете? То есть, если у вас есть какие-то варианты, которые прямо у вас сильно вам не нравятся, вы их расписываете дальше. Пока, и вот сейчас, вот напишите, ребята, у которых был страх, что над вами посмеются. Вот, Рассиль, Милкмен. Рассиль, Милкмен, он сейчас уменьшился, он стал как-то меньше, остался такой же, либо вот пропал совсем по десятибалльной шкале. Вот, десять такой же остался сильный. Допустим, шесть, семь, это значит упало. И ноль, и вот его нет сейчас совсем. И еще, следующий секрет, когда вы вот эти вот варианты все видите, вы их вот придумываете, чувствуете, и потом вы так себе их представляете мысленно, и потом говорите, а вот и хер с ним, вот какой из них будет, вот похуй вообще, вот какой из них выпадет, такой и выпадет. Вот какой будет из этих вариантов, такой и будет. Хорошо. Вот, уменьшилось. Значит, что в какие-то, какие-то из этих вариантов тебе все равно еще не нравится. И тебе по тем, которые тебе еще не, не понравились, надо расписать дальше последствия. То есть, может быть, там четыре, пять уровней именно вот расписывания последствий. Когда ты их все пройдешь, вот, пришла легкость внутри. Вот это очень интересно. Прямо вот онлайн мы делаем очень простую вещь. Мы просто расписываем последствия. Что произошло? Вы стали меньше верить в негативный исход. Вы увидели, что, оказывается, есть еще другие варианты. А если есть другие варианты, то если вы забиваете как бы фиг, то есть так вот расслабляетесь, можно сказать, что вы доверяете своей судьбе или еще чему-нибудь. Вот как вот выпадет, как вот будет, так вот и будет. Желательно, пока совсем не пропадет страх. То есть, может быть, там до пяти уровней. Пока вы не дойдете до... То есть, ваша... Вы за каким-то страхом, то есть, стоит какая-то негативная эмоция. То есть, и вот есть не какое-то вот негативное убеждение. И когда вот вы расписываете, у вас идет очень такая серьезная работа. До пяти уровней вот расписываешь реальные возможные последствия. Только важно не уходить в такие вот варианты, что про меня подумают, как они будут относиться. То есть, пишешь варианты, как реально, что реально будет происходить. То есть, что реально будет по факту дальше. То есть, как вот жизнь будет дальше складываться, какие будут действия, какие будут поступки. Вот, пришла легкая внутри. Классно. Уменьшилась с 7 до... Вот, с 10 до 7 баллов. Очень хорошо. Когда ты понял, что... И таким образом, у человека, который заикается, у него может быть таких 100 ситуаций. И я вот сейчас буду делать такой курс, что когда мы вот эти вот... Возьмем у человека все ситуации его жизни, где он испытывает дискомфорт, нужно будет их все расписать. Потом я именно проверю, чтобы все было правильно. Именно все 100 ситуаций, чтобы их полностью разобрать, чтобы вот ушло до нуля напряжение, какой-то вот страх. И потом нужно будет на практике эти вещи проверить уже после того, как ты это вот все расписал, все последствия. Таким образом, мы уменьшаем вот это вот давление, страх, напряжение до нуля. И, соответственно, человек начинает разговаривать намного лучше, намного свободнее и намного комфортнее, потому что он не испытывает слишком сильного давления, слишком сильного напряжения из-за своей речи. Что сейчас вы вот, ну, у вас сейчас такое состояние, что если я сейчас вот заикнусь, произойдет что-то плохое, плохое, обязательно что-то вот плохое, и вообще вот вся моя жизнь будет очень плохой, если я сейчас вот буду заикаться. У вас примерно вот такое состояние. И из-за этого, что у вас гиперответственность, слишком сильное вот это вот напряжение, вы верите в это, что будет что-то обязательно, что-то вот плохое. Собственно, у вас напряжение в теле, у вас есть эмоции, и вы, собственно, из-за этого и заикаетесь. И чем больше вы паритесь, тем больше это напряжение. Чем меньше вы волнуетесь, чем меньше вы, собственно, здесь вот это вот создаете давление, чем больше видите других вариантов и позитивные в том числе, тем лучше. Поэтому вы можете эту работу провести, в принципе, самостоятельно, взять и расписать все вот эти последствия. Именно вы несколько уровней можете под моим руководством, если хотите.